И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, мы продолжаем наш эфир, я хочу напомнить, что спонсор канала торговая марка Гейтмана, медицинский центр призма. А с нами на связи Алексей Арестович, которого мы очень рады видеть. Алексей, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Взаимно, да. Я все бежал к Укрлайфу, когда же добежал, такая, смотрите, бокрый, настолько спешил. Спасибо, Алексей, спасибо огромное. Алексей, я на самом деле читаю и смотрю то, что вы выкладываете у себя на странице. Я так понимаю, что в последнее время у вас было очень много встреч с военными, у вас было очень много форумов по безопасности, у вас было очень много интересных встреч, которые сто процентов имели какое-то стратегическое обсуждение, что же будет дальше с войной России против Украины и многое-многое другое. И я уверена, что много чего есть сказать, много выводов каких-то. Вот я понимаю, что потом вы о них расскажете более детально, но хотя бы в общем. Вот изменилось ли ваше понимание, что там происходит, их понимание? Наконец-то замолкаю, передаю вам слово. Я, может, и расскажу, если эти спросят. Я же рассказываю только, когда спрашивают. Ну, да, это полтора месяца марафона, 15 стран. Я как белка в колесе, да. Зато выборка очень большая, очень разная. Старая Европа, новая Европа. Не только Европа, скажем так, и так далее. Что я могу сказать? Значит, вопрос, который волнует всех украинцев, мы разрушаем Россию или мы ее сдерживаем, решается в пользу сдерживания на Западе, судя по всему. Никаких героических победах там. Я знаю, есть люди, которые верят в план с большой буквы «П», но нету никакого плана, по крайней мере, когда ты говоришь с людьми уровня, ну, министров обороны разных стран. Ну, бывших министров обороны и иностранных дел, там и так далее. Есть стратегия сдерживания. Сдерживание, контейнирование, как они говорят. We have to contain Russia, они все говорят. В лучшем случае. Но большая часть из них пребывает в растерянности и старается отмолчаться. Значит, высший взлет их мыслей, по крайней мере, есть доступные... Не, не знаю, где-то может быть в глубине Иллинойса, там, в тайном клубе, где-то есть такие люди. Ну, высшее место, то, что мне доступно, на моем уровне. Ну, весьма представительски так получается, да. Это восстановить статус-кво, то есть ни одного российского солдата на нашей территории. И сделать... По 91-й год? По 91-й здесь никто не спорит. Даже не оговаривается Крым и так далее. И второе, это сделать так, чтобы повтор крупной второй войны, еще одной крупной войны в Европе был невозможен. То есть создать такую ситуацию. Значит, эта ситуация создается единственным путем, приемом Украины в НАТО. И ВИЭС. И это позитивнейшая новость для нас, потому что понятно, что в НАТО мы получаем зонтик, который позволяет безбедно развиваться десятки лет. Это навсегда определит судьбу, новейшую судьбу Украины. Ну, в принципе, на данном этапе, что же от них еще требовать? Но высший взлет украинской мысли о том, что мы развалим Россию, мы поделим Россию, мы, значит, там, значит, эту Россию и так, и так, и вот так, увы, не то, что не приветствуется на Западе, даже особо не дискутируется. Ну, с серьезными людьми. Понятно, что всегда есть люди, которые тут не проще развалить Россию, но те, кто считает, просчитывает, да. Запад, увы, не в лучшей форме. Это сейчас правят ни Тетчеры, ни Рейганы, да, они не ставят задачей победить империю зла. И мы видим это, в чем это вырождается. Начиная с того, что государство, которое отказало ООН в помощи беженцам Херсонской области, остается членом ООН и остается членом Постоянного Совета Безопасности ООН. Ну, и заканчивают эти комотины с авиацией и со всем остальным. Они не хотят развала России, потому что ядерное оружие или по каким-то другим причинам, как у вас сложилось, какое впечатление, и есть ли разница, скажем, между там старой Европой, там новой Европой. Я знаю, что вы встречались даже с министрами там иностранных дел, балтийских стран, не иностранных, а обороны, обороны, да, но не в этом дело, да. Это все, смотрите, у стран нет позиций, в этом-то весь прикол. И есть позицию у персоналей. Нету такого, чтобы выраженно занимали одну и ту же позицию, там, например, французы или немцы, или одну и ту же позицию израильцяне, или одну и ту же позицию латвийцев. Нет такого. По персоналям есть люди. Некоторые персонали весьма активно, как бы, она пробивает. Ну, есть понимание у стран, которые граничивают с Россией и имеют исторические, так сказать, память эмоциональную историческую. Это Финляндия, страны Балтии, Польша, понятно, с ними гораздо проще, они все-все понимают. Ну, например, Венгрия имеет ту же самую память 56-го года, но тем не менее, что мы видим, что происходит. То есть это все очень нелинейно и неоднозначно, хотя в целом можно сказать, что с поляками, например, полнейшее взаимопонимание, там дальше некуда. Вот, но что становится понятным, когда ты вот в этом все погружаешься? Правда. Правда, что политика формируется все-таки вот в общении. И задача бесконечно с ними говорить, пробивать, формировать, доказывать и так далее. И огромную роль имеет передача эмоционального опыта. Он меняет людей и меняет политические позиции. Сдвигает систему ценностей. Открывает глаза. Потому что люди все сидят, даже самые люди, имеющие доступ к абсолютной информации, сидят в своих информационных пузырьках. И наилучший пример это когда Шольц приехал в Бучу. Через три часа он выехал абсолютно другим человеком и полностью поменял политику Германии. Вот, на помощь Украине и немцы заразительно отличаются. Помните эти разговоры до Бучи? Ну нет, мы вам передадим 20 лопат, а на больше не надейтесь. Сейчас у нас леопарды ездят, аристи стреляют и так далее. И немцы, правительство коалиционное, которое всегда трудно удерживать, доказывают своему народу и бизнесу, которые на самом деле там есть люди, которые не проще снова помириться с Россией, доказывают, что это бесперспективно и мы должны выиграть войну. Вот из крайних, это интересная дискуссия министра обороны Германии с каким-то политиком, который, а, с представителем церкви, который сказал епископ какой-то, что украинцы могли бы прибегнуть к ненасильственному сопротивлению. На секундочку. На что он сказал, вы в Буче не были, поэтому у вас такие иллюзии есть. Ну вот это расскажите, это украинцам в Буче. Немцы разительно переменились. Что это? Это эмоциональный опыт. Когда они были в Буче, оттуда уже убрали. Там не было тела, там большую частью растащили битую технику и так далее, но этого хватило, атмосферы, которая там есть. Передача этого эмоционального опыта, она работает наиболее полным образом. То есть я, те слова, которые я произношу прямо в Куварах, во время официальных выступлений, в прессе, это уже каждый визит, это же еще много прессы, это я передаю им эмоциональный опыт. Передаю. И это работает. Слава богу, есть возможность быть вместе, где формируется политика. Который определит нашу жизнь на десятки лет вперед и воздействовать на них. Потому что, понимаете, считается, что руководители государств, люди, которые формируют политику, имеют отчеты спецслужб, прогнозирование, школы и так далее, и так далее. Но, во-первых, мы видим, как это все сработало в начале войны. Или перед войной. А во-вторых, ну а отчеты сухие. Они не дают того, что меняется. Люди меняются, когда переживают эмоциональный опыт. И я раньше очень не верил во все эти форумы. Думаю, нафига они нужны? Как бы, ну, болтология сплошная и так далее, и так далее. Нет. Теперь я сообразил, что это работает, и работает очень сильно. Более того, только это и работает, похоже. Поэтому общее резюме будет такое. Они колеблются. На уровне проактивной политики Запада в отношении России выступают считанные единицы люди. И эти единицы не персонализированы. Вернее, не привязаны к странам. Это просто люди в силу своего понимания личного. И эти люди между собой активно взаимодействуют, все знакомятся, поддерживают друг друга. То есть существует такой, в хорошем смысле, интернационал. И третье, работать и работать еще с западной публикой, с принимающими решениями и так далее. Потому что у Запада очень много слабых мест в этой войне. Алексей, вы оказались сейчас на Западе. И не только на Западе в момент подготовки и реализации. Может быть, я не знаю, началось украинское выступление? Нет, вы скажете сейчас позже. Прямо в этот важный момент. Мы так много читали о том, что писали до этого газета. Мы с вами тоже множество раз это обсуждали. Какое у вас сейчас ощущение, чего они хотят от этой фазы украинского наступления? Считают ли они, что это какое-то будет быстрое решение? На что они рассчитывают? Вот очень интересно. И как они реагируют на то, что происходит? Потому что вы же там держите руку на пульсе. А они ничего не хотят. Вообще. Они находятся в ожидательной позиции. Они смотрят, получится или нет. У них установка. О чем с ними не говори. У них установка всегда. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько надо. Спасибо. Как бы, да. Мы с вами. Мы всегда вам поможем. Ну, как бы, все. А вы же там воюете как-то. Мы воюем. Правда, трезвые люди, они понимают, что в лоб подготовленную оборону брать без азиационного превосходства. Это вопреки их же доктринам. Их доктрина предусматривает, что это невозможное военное решение. То есть, его невозможно технически осуществить, не имея огневого превосходства и превосходства в воздухе. Огневое. А мы это делаем. И они такие, ну, это войдет во все учебники. Вы делаете невозможные вещи. Вы такие молодцы. Ла-ла-ла. Ну, замечательно. Мы вам подбросим еще 15 БМП. Замен 15 уничтоженных. Я говорю, ребята, и не только я. А давайте так. Вы понимаете, как эта война выигрывается? Вот 15 БМП уничтожили русские. А вы говорите, ну, значит, звоните в Москву и говорите, значит, завтра будет 150 БМП. Уничтожите 150, будет 1500. Вот так эта война выигрывается. А 15 уничтожили, 15 поставили. Это замечательная история, конечно. Ну, так может быть очень долго. А еще дольше может быть, если вы будете давать им по 9 месяцев между контрнаступлениями закапываться. Вместо того, чтобы за 3 месяца нас быстро накачать, и мы пошли вперед. Все это время, кстати, воздействуя на противника, не давая ему закапываться, пополняться и так далее. Вот это, говорю, так воюют. И цитируем Сунь Цзэ и Клаузовица. Война не любит длинноты. Она любит быстро. Быстро. Потому что, этот аргумент говорил, но еще раз повторю, вот сейчас они строят в Татарстане завод по дронам иранским. Россия? Да, Россия строит. Да, будет еще два, скорее всего, таких завода. Может быть, три, может быть, пять. Что мы будем делать, когда налет на Киев стандартно будет 150 дронов за ночь, а не 30 и 50. Я говорю, вы им даете время на это. Вы им даете время на это. На поиск решений, поиск союзников, формирование союзов, создание серых схем и так далее. Своей нерешительностью, своей неготовностью, своим непониманием, что мы вместе все на войне. Это все делаете вы. Я, честно говоря, думал, что они будут обижаться. Но они аплодируют. Просто у них существует такой специфический заговор молчания. Им нужны украинцы или кто-то там из своих эксцентричных, кто позволяет себе говорить такие вещи. Тогда, да, тогда бурная поддержка. Они подходят к кулуарах, отводят в сторону, знакомятся. Рассказывают, я тоже так всегда думаю. Я всегда спрашиваю, а чего вы не говорите об этом, если вы думаете? Ну, понимаете, есть нюансы и так далее, и так далее. Мы, конечно, их свободу и превосходим. Ну, и у нас есть эмоциональная правота в их глазах, связанная с тем, что наши дети сидят под обстрелами. Пока они решают нам передать 15 БМП. Понимаете? И в 16. И это работает. Это работает. То есть я иногда себя ловлю, что я такие вещи говорю, что я не думал, что я политез отбросу в сторону и буду говорить. Понятно, что подбираются слова, но я теперь начинаю понимать посла Мельника, который был в Германии. Я думал, что он сильно переебает палку. Сильно. А теперь я вижу, что по-другому не доходит. Там надо прямо давить. Давить, указывая и так далее. Тогда люди смещаются. Тогда точка зрения смещается. То есть тут даже борьба за то, чтобы они сменили точку зрения, посмотрели верное направление, хотя бы допустили это. Уже занимает. Как бы она большой кусок усилий. Ну, если вспомнить из тех, кто не молчит, это, конечно, Бен Ходжес. Последний его твит, если можно, зачитаю. Когда наш отказ, наш это американский, предоставить атакам, фактически дает Россия убежище для этих атак против украинского гражданского населения. Я не знаю, как администрация может оправдать это. По крайней мере, дайте Украине возможность ударить по российскому флоту и ВВС в Крыму. Вот из последнего, с того, что он написал. Алексей. Ну, вы знаете, да, что мы с ним видимся, встречаемся на форумах. Да. И разговариваем там, и сидим в одном президиуме. Но дело даже не в этом. Дело в том, что я к тому, что у нас личный контакт есть. Он очень прямо и четко говорит, безапелляционно, что может быть и так, и эдак, и киризм украинского солдата, и там поддержка, и стойкость населения. Но если нет ракет, которые летят на 300, то, ну, извините. Есть Штормшедо, британцы, опять же, они, к чести британцева, они, у них мало денег, но много решимости. И они передуют то, что называется, идут впереди. В конце концов, первые дальнобойные ракеты дали на британцы. То есть, у нас уже есть ракеты, которые летят на 500. Что такое дать на 300? Это же вообще ничего. Уже же эта красная линия давно впереди. На Штормшедо уже во всю работают. Ну, вчера была ночь, там, подрыва складов. И очень много неясных вопросов. Когда американцев прямо спрашиваешь, ребята, где, почему и как, вообще, что происходит, они опускают глаза, ничего не говорят. У них нет ответа. Алексей, извините, может быть, много вопросов на самом деле есть. Если будут несколько хаотичные, давайте по ним пойдем. Да, специально для вас готовила. Силы обороны Украины в ходе контрнаступления потеряли менее 10% техники, которую ВСУ получили от западных союзников. Такую статистику озвучил начальник разведцентра сил обороны Эстонии, полковник Марго Гросберг. И он предупреждает, что показатель потерь вскоре может возрасти, поскольку это неизбежно во время наступательных операций. Очень много мы об этом говорили. Давайте немножко ваш комментарий, потому что очень много переживалось о том, что и писали со всех сторон, что вот технику мы теряем. Но, тем не менее, вот такая информация. Мы писали со всех сторон, потому что россияне провели удачную информационную операцию. Они показали эти леопарды и Брэдли, 800, как сказал Бен Остин, тысячу раз с десяти ракурсов. Да, как бы, да, понятное дело. Это, кстати, об информационной войне, которую мы считали, что мы полностью выиграли. А нет, оказывается, возможно, и на старуху бывает проруха. Но меня несколько удивили наши официальные органы, которые не реагировали своевременно на это. А я уже не официальный орган. Я отреагировал, но... Поэтому, да-то типа молчим-неговорим, это очень дурная вещь в современном мире, потому что стратегическая коммуникация устроена очень просто. Если человек не получает в течение 15 минут информацию от своих, он побежит на вражеские сайты. А в психологии есть очень простое правило. Восприятие, начало воспроизведения. Раз послушал, два послушал, три. И ты, человек, когда читает что-то, он мысленно это начинает воспроизводить, как картинку, как текст, как речь. Через пять раз она становится его, своей. И он защищает ее уже как свою. Даже самые умные люди. Это под порогом сознания происходит. Поэтому, когда все три дня читали про битые Брэдли и Леопарды, и ничего не читали от нас, ну, все поверили в страшные потери и так далее. Я не знаю, потеряли бы 10% техники, учитывая, что западный... Менее, менее. Менее 10%. Свыше 4,5 тысяч единиц техники. То есть, если они хотят сказать, что мы за 10 дней потеряли 450 единиц техники, то я в это, простите, никогда не поверю. Никогда. Поэтому, не знаю, за какой период он говорит. Это, наверное, может быть, с начала поставок этой техники. Но то, что мы 450 единиц оставили под Запорожьем и Бахмутом, я не поверю ни при каких обстоятельствах. Это технически невозможно. Поэтому, скорее всего, он говорит за весь отчетный период. С начала их поставок. С июля прошлого года и так далее. Не исключаю. Потому что потери на запорожском направлении как бы ни разу, наверное, в три меньше, чем эти 450 единиц. Наверное, еще меньше. По моим прикидкам. Потому что я вижу, слышу от коллег сослужиться и так далее. Это раз. Второе. Техника – это бензин. В самолетах, танках и во всем остальном важно не само их наличие на данный момент, а способность с помощью их решить какие-то задачи. Это как бензин в машину залили. Он все равно потратится, пока мы едем. Важно, куда мы едем и с какой целью. Так вот, понятно, что когда наступаем на подготовленную оборону без превосходства, огневого и воздушного, все, техника будет тратиться. Тут вопрос, как мы ее тратим, насколько быстро и так далее. Здесь я весьма оптимистичен, потому что я знаю, что происходит. И ситуация сильно не в пользу России. И стратегически не в пользу России. Теперь давайте стратегически. Это очень важный момент. Тут сразу несколько аспектов. Позвольте начать с цитаты. Украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и достигли ограниченных территориальных успехов. Украинские военные могут приостановить контрнаступление на фронте. Об этом в воскресенье, 18 июня, говорится в отчете Института изучения войны. Аналитики отмечают, что это может быть сделано, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. И также они цитируют публикацию Wall Street Journal, в которой тоже говорится о том, что украинские военные в основном приостановили свое наступление, поскольку украинское командование пересматривает тактику. Как бы вы это прокомментировали, если можно? Ну, они правильно говорят, и я это говорил. Дело в том, что когда оборона складывается, из чего российская? Есть полоса обеспечения. Это там всякие минные ловушки, засады, пристреленные участки. Потом первая линия обороны, вторая линия обороны. В некоторых местах третья есть. Полоса обеспечения глубиной в 10-15 километров там во многих местах. Мы ее взяли, а в одном месте Великая Новоселка прошли аж 19 километров за 14 суток. Это очень глубоко. Подошли вплотную к первой линии обороны, там 5 километров до нее осталось. Но то, как мы действовали, и то, с чем мы столкнулись, показывает, что наступать бронетехникой, ну, это я очень просто объясняю, как бы, да, для гражданских людей. Действует бронетехника и впереди пехоты, когда все минировано и пристрелено, не вполне разумно. Мы сменили способ действия, иначе у нас началось пехот очистить. Лесопосадки, там места засад, населенные пункты. А бронетехника поддерживает их и подтягивается в конец. Бронетехника нужна, когда мы пробили линию обороны и вышли на оперативный простор. То есть, когда нет мин и нет обороны противника. Вот там нужно быстро-быстро ехать, захватывать, перерезать дороги, как бы, да, оказывается, в тулу во фланг и охватывать противника. Вот там нужна бронетехника, там быстро. Но она сначала должна туда выйти через, там, сплошное минирование, противотанковые рвы, оборону, пристрелки и так далее. Это делает пехота. Пехоте все равно противотанковая мина, правильно? А противопехотными минами ничего, так много не заделаешь. Заделывается отдельно. Всегда можно найти способы пообойти. Ну и, в конце концов, работать с противопехотными минами намного проще. Там, да, преодолевать минные поля, чем на технике противотанка. Поэтому, да, способ действия сменился. Я заметил, смотрите, это дало результаты, но там есть еще один фактор. Фактор в том, что, когда мы прошли это предполе, полосу обеспечения, российское командование, оно начало наносить контрудары. А наступать на наступающего самая глупая затея в мире, поэтому наши стали и начали отражать их контрнаступление. И это заняло там 5-6 дней. Вот эти вот, если считать, с 4-го числа начала. И это дало немедленные результаты. Нет результата в смысле продвижения по карте, но результаты для российского командования весьма печальные, потому что мы просто покрошили очень многие контратакующие подразделения. И широко разрекламированные контрнаступления, то же самое 127-й дивизии в район Великой Новоселки в направлении, скажем так, с юга. И они начали нести для себя неожиданно большие потери. Вот если посмотреть сводки нашего агентштама, то видно, что сейчас за все время войны российские войска несут наибольшие потери. Никогда такой интенсивности не было. Даже в начале, когда у нас один снаряд не промахивался. Все попытаются. Причем, что они находятся в обороне. Да, они находятся в обороне. Это сказывается превосходство в западном вооружении. Управляемые снаряды, ракеты дальнобойные, более точная стрельба артиллерии. Здесь уже соединение нашего мастерства, систему управления и западных стволов. Как бы, да, беспилотники в большом количестве разных типов и так далее. Все это очень плотно работает. Особенно доля в артиллерии подскочила. Вот эти К-52, которых сбивают уже, по-моему, третий за двое суток, это же не от хорошей жизни. Они их бросают вперед работать по нашей бронетехнике и технике, потому что артиллерия выбита в значительной степени у них. И молотилка, мы имели их с такой скоростью, что они даже сменили способ пополнения войск. До этого было так. Батальон не выбило 20 человек. Они, грубо говоря, с марша подогнали, с запасных частей подогнали 20 человек и пополнили. Сейчас они меняют целыми батальонами, полками и бригадами. Они вводят на восстановление и заводят свои оперативные резервы, которые у них есть. Но и образовалась часть оперативных резервов, у них образовалась после того, как они дамбу взорвали. То есть они перестали прикрываться левый фланг, и эти части уехали на Запорожское направление и на Новоселку. То есть это подрыв дамбы, это был еще способ добыть себе резервы дополнительные. Но в этом есть нюанс. У россиян есть только оперативные резервы. В стратегических резервах масштаба способно изменить ситуацию на целом направлении, например, от Херсона до Мариуполя, у них нет. Они только формируются и сформированы будут в лучшем случае к сентябрю. Они ударными темпами формируются, но у них очень плохо это идет. Их нет ни здесь, ни в России. Их нет, куда взять и нет, куда ввести. А у нас есть не только оперативные, а есть и стратегические. И мы оперативные даже не вводили в бой еще. У нас действуют бригады первой линии, достигают всех этих результатов перемог. А они уже ввели оперативные. А в чем проблема оперативного искусства? В том, что когда есть линия обороны условная, держится часть ее, часть резерва держится на такой высоте, вернее, на такой глубине, чтобы они одновременно успевали в ту точку, где прорвет. То есть они одинаково равноудалены, должны быть от основных направлений, там плюс-минус. Если их тронули с места и ввели уже в бой, и они завязались в бой, то внезапно перебросить на новое направление сложно, практически невозможно. Иначе сразу ослабнет и враг пройдет здесь. А мы наступаем одновременно на широком фронте. Они не знают, где прорвут. И если, грубо говоря, они ломанулись все под Великую Новоселку, и там остановили наши войска, хотя нет, а прорвалось Новоселевку, то брать уже новые, перебрасывать очень сложно. Почему 22-я бригада спецназа элитная и 45-я бригада ВДВ спецназа элитная сидит в окопах, как рядовая пехота на Запорожском направлении, чтобы брать просто они где войска. И в этом смысле их командование прекрасно понимает, куда все это едет. Что мы мелем, 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 и рано или поздно они крякнут, они не выдержат. Потому что вчера мы взорвали склады армейского уровня, фронтового значения, дивизионного значения. То есть это запасы размером 100 тысяч снарядов. И тогда, конечно, да. Поэтому у них очень резкая просадка. Плюс взорваны два моста, пусть мы продолжаем работать по аэродромам, по штабам. Гибель начальника штаба 35-й армии. Вчера уничтожен командный пункт 80-й их бригадой полностью. И так далее. И вот эти вот вещи, вот эти вот, заметишь, они не накрыли за всю войну ни одного командного пункта, ни одной нашей бригады. А мы уничтожаем их штабой, штабы армейские даже. Это превосходство в разведке. Сказывается очень сильно. Так вот это все, это молотилка, которая их перемелет. И однажды, однажды, количественные изменения превратятся в качественные. Оно хруснет, и они на каком-то участке фронта потеряют способность сопротивляться. Вот туда пойду, если наше командование в свое время на это оценит, пойдут оперативные резервы. А когда они прорвут и выйдут, вот тогда пойдут и разведут успех, туда пойдут стратегические. Возможно, но такой обвал никогда не бывает единичным. Не бывает так, что хрякнуло на одном участке фронта, а весь остальной героически стоит. Крякнуло на этом, крякнет на втором и так далее. То есть в какой-то момент строй будет прорван, и мы как вода начнем из плотины заливать вот это вот. Говорят, что есть там первая и вторая линии. Вернее, за первой линией есть вторая, а где-то даже и третья. У меня вопрос. Во-первых, их не обязательно брать в лоб, между ними можно маневрировать, они не сплошные. Это раз. А во-вторых, а кто защищает все эти храбрые линии обороны? Не люди ли? Так крякают же не люди, не линии, а люди крякают от потерь, от выбита, от потери командования, от невозможности пополняться, от невозможности, нечем стрелять и так далее. И сейчас они еще, конечно, хорохорятся и пишут, что вот мы тут остановили ла-ла-ла, хотя как остановили, пятихатки взяли вчера. Там еще много чего взяли, да, и так далее. Но что же будет, когда, скажем так, слабости и недостатки накопятся? Вот тогда мы действительно выходим к двум морям спокойно, выходим на границы Крыма. Я уверен, что эта операция обмечается именно этим успехом. И это радикально меняет уже стратегическую ситуацию вокруг Украины, в российско-украинской войне и во всем мире. Алексей, вот я тут для вас готовила, для ваших комментариев, отчет Royal United Service Institute, это Руси, известный институт британский, который анализирует военную ситуацию, это нашим зрителям, да. Позвольте, я процитирую несколько моментов, которые бы мне хотелось... Часть вы уже сказали, часть просто интересна, как вы прокомментируете, да. Ну, вот как они понимают, что происходит, что украинские войска прорвали первые боевые позиции на широком участке фронта, но по-прежнему находятся на некотором расстоянии от главной линии обороны российских войск. Киев еще не вел бой основную часть своих сил, это вот просто подтверждение того, что вы говорите, поскольку его передовые подразделения пытаются создать надлежащие условия. Основная линия обороны, все еще находящаяся в 15-20 километрах от украинских позиций, имеет хорошо вырытые траншеи и укрепленные бетоном огневые позиции. И за этими позициями находятся резервные боевые позиции третьей линии обороны, то, что вы говорили. Ну, и последнее я процитирую, чтобы уже... Вот мне интересно, как последнее вы прокомментируете, я уже вижу, вы улыбаетесь, но тем не менее. По мере проникновения украинских войск вглубь оборонительных рубежей, они, то есть украинские войска, будут попадать в зону досягаемости все большего количества российских артиллерийских огневых точек. Кроме этого, украинская артиллерия сможет наносить меньше ответных контрбатарейных ударов, а линии наступления украинских войск станут более предсказуемыми, поскольку им придется следовать через бреши, выявленные на минных полях. По мере продвижения украинских войск вперед они также будут прикрываться меньшим количеством средств противовоздушной обороны и, вероятно, будут подвергаться более сильным ударам со стороны российских военных, воздушно-космических сил и авиации. Это вот намеренно, это о том, какие риски? Да, это правильно написано с точки зрения риск-менеджмента, которое является основным способом мыслить в политике и безопасности. На Западе написано все верно, но надо понимать, что на любые риски, мы же тоже считаем риски, и на любые риски у нас есть определенный ответ. Понятно, что мы все это, наши военные это понимают лучше, чем западные военные, потому что они находятся на месте, они реагируют соответственно. На каждый из этих тезисов я могу выдвинуть контр-тезис. Давайте, интересно. Все это, ну, сам, выдвину один, потому что, ну, давайте несколько, значит, один и самый главный звучит так, что вся эта риск-менеджмент предполагает, что российские войска сохранили управляемость, пополняемость и наличие огневых средств на момент, когда мы прорвали линию обороны. А кто сказал, что это будет так? Ну, насчет, насчет пополняемости. Ну, вот, четыре склада вчера бахнули, причем такого масштаба, что я не знаю, чем они сейчас будут стрелять. Как бы, да, у них очень большие проблемы с этим. Второй момент. Ну, вот, вы же убили начальника, ну, наверное, уничтожили, на войне не убивают, уничтожили там начальника штаба 35-й армии, горячего, плюс там команды, бригады 80-й. Это к вопросу об управлении. Что там навоюет бригада, которые комбригал, уничтожили вместе со всем штабом? Ну, вот, в момент разведения наступления, например, там, да. Ну, и по поводу самолета-вертолетов. Ну, так вот, уже там 4 К-52, вроде как, уже приземлили по состоянию на все это время. А они там не резиновые, это дорогая игрушка. Очень дорого. Много стоит. И, как бы, их всего-то было на начало, дай бог памяти, 150. По-моему, только официально по Ориксу, где очень большие скептики седятых, уничтожили. Больше 40 уж. Но они же-то не могут все быть на запорожском направлении. Часть должна быть резервы, часть в других местах и так далее. Ну, это только, только вот конкретные примеры. Ну, а передвинуть ПВО, честно говоря, много ума не надо, чтобы продолжать перекрывать свои войска. Но передвинем. Эта история известна с 73-го года. Как только египетские войска, танкисты, они были под зонтиком ПВО, они разгромили все израильские кадровые танковые части. Там погибли почти все. Израиль выиграл войну резервистами. А израильская авиация, пытаясь работать по танкам, как в 67-м году нарывалась на современное ПВО советское и ложилась там просто десятками. И только когда вышли египтяне из-под зонтика ПВО на той стороне канала, израильтяне смогли нанести удачный контрудар и переломить ситуацию в свою пользу, хотя все висело на глазке. Так, ну, это знают все военные, кто учился в академиях. Ну, и даже, это даже знать не надо, хотя военная история это основа изучения оперативного искусства. Но, как бы, и так понятно, что нужно двигать вперед, прикрывать. Я вам скажу больше. Потери К-52-х российских недвусмысленно связаны с тем, что наши это понимают и маневрируют средствами ПВО. Поэтому у нас достаточно армейского ПВО, которое будет прикрывать. Да, российская авиация из Крыма будет проблемой, потому что у нее короткое плечо, там пять военных аэродромов, там авиационная группировка и там же склады боеприпасов для авиации. И они могут летать несколько раз, потому что короткое плечо отбомбился, зарядился, снова полетел. Именно поэтому нам кровь из носу нужна была бы хорошая авиация, которая приземлила бы российскую авиацию. Нам кровь из носу нужны были бы атакамсы, которые накроют ее, накроют склады или накроют эту авиацию на аэродромах, и которых у нас нет. За это проливет кровь наша пехота. Будут гореть наши танкисты, заживо сгорая. Вот во всем этом. Потому что не дали, в свое время на авиацию не дали дальнобойное вооружение. Спасибо британцам. Без Storm Shadow, я не знаю, вообще было бы, я говорю и приходится говорить постоянно. И когда мне говорят, подождите, нельзя так злобно ругать наших союзников, вообще перестанут давать. Это, во-первых, очень смешно. Во-вторых, они сами это понимают и подходят, тиснут руку. По пять минут трясут и говорят, спасибо, что сказали, потому что мы не всегда можем это сами сказать. Вот и все. И об этом нам будем, будем говорить. Я надеюсь, что... Вот у меня сложилось позитивное впечатление, что по анализу этого контрнаступления, дурацких иллюзий на второе и третье контрнаступления, когда-то когда-нибудь случатся, уже не будет. Дадут и ракеты, дадут и авиацию, вовсю идет. Ну, обучение уже пошло, уже сказали об этом и так далее, потому что, ну, эксперимента давайте понаступаем вопреки собственным военным доктринам, он, конечно, будет успешным, но это за счет героизма и профессионализма наших солдат-офицеров, наших сил обороны. Но вообще это глубоко ненормальная ситуация. Поэтому я и сказал, что мы победим, но мне не нравится то, как мы вынуждены побеждать. Об ударных немножко вертолетах, чем они опасны? Мне приходилось читать всякую разную аналитику, как бы вы это охарактеризовали вот эти... Ну, классическая способ применения ударных вертолетов была сформулирована Западом по результатам Вьетнамской войны и войны арабо-израильских войн. Заключается она в том, что вертолеты с подготовленных площадок взлетают в обороне и с зависания выпускают противотанковоуправляемые ракеты по наступающей бронетехнике противника. И там были страшные расчеты, что вот Апач там может уничтожить там танковую колонну, там три Апача за считанные секунды и так далее, и так далее. Россияне сделали Ка-52, именно соусный вертолет, катапультированный, бронированный, с очень высокой степенью выживаемости для того, чтобы он мог вести штурмовые действия. Мы видели, да, вот налет из кабины российского самолета налет на Гастомель, да, вот он там летит, расстреливается, или как в игре, пока его самого не сбивают. Вот. И они причиняют своими вихрями противотанками и ракетами, мощными, далеко летящими достаточное количество неприятностей нашим войскам. Ну, как мы видим, они и гибнут в соответственных количествах. Вот. И вертолеты в этом смысле тоже уязвимы, если те, кто им противостоит, знают тактику. Вертолеты легко искать. Где они будут? Они будут на танкоопасных направлениях. А теперь я всегда любил задавать вопросы людям, которые называют себя военными, особенно офицерами. А где, как определить танкоопасное направление? Такой вот проверочный вопрос. Любопытный. Потому что мне много говорят. Говорят, надо поставить, надо ставить на танкоопасное направление. Говорят, откуда я знаю, где танкоопасное направление? Танкоопасное направление это там, где едут танки. Все очень просто. Вертолеты же будут лететь туда, где засаживаться в засаду, там, где едут наши танки, бронетехника. А где едут наши танки и бронетехника, мы же знаем по одной простой причине, по какой, потому что мы определяем, где они едут. Вот и все. А их разведка доложит, они там взлетят и будут пытаться уничтожать. Туда перемещается ПВО. Если надо, делается засада. Я так понимаю, что гибель К-52 мы увидим еще не один, не второй, не третий раз. Но это одно из немногих образцов вооружения российской армии, которые серьезные. Серьезные доставляют неприятности. Среди всей этой кучи чудо-оружия, которое они анонсировали. Но ведь Армата не взлетел, а К-52 летает. Ну и падают, соответственно, точно так же. Алексей, о взятии Петиха, так говорилось, в социальных сетях уже там несколько дней. Ну, буквально вчера еще тоже уже обсуждали. Сегодня официально заявили, почему это важно. Ну, из того, что я читала, пишут все, что это важно для нас и очень стратегически. Не знаю, как. Это не стратегически, точно. Ну, расскажите. Это тактически. Давайте еще раз наших читателей, наших слушателей просветим. Значит, тактика это до 50 километров размах фронта, поширенее в глубину. Если от 50 до 120, это оперативно-тактически. Ну, даже до 100. Оперативный это от 120 до 250. Все, что выше, это стратегически. Значит, стратегически важно это то, что изменяет ситуацию на фронте шириной 250 и больше километров. Теперь и я это знаю. Не может быть стратегически важно взять одного села. Но почему это важно? Ну, я даже не знаю, можно ли об этом говорить. Я же стараюсь сюда по принципу не навреди своим же войскам. Ну, давайте, скажем так, деликатно. Вот те, кто... Я намекну. Те, кто посмотрит на карту, вот, внимательно. Кто-то увидит... Давайте я так подсказку сделаю. Смотрите всегда, чтобы понять, куда идет наступление, всегда смотрите на карту автомобильных дорог и железных дорог, и железных дорог особенно. Вот тогда вы поймете, что борьба идет вдоль дорог из-за узлов этих дорог. А теперь посмотрите, какие у нас узлы дорог на этом направлении. Ну, вот есть такой населенный... Даже вот если поверхность на карту смотреть, есть такой населенный пункт Акмак, куда сходится очень много дорог. Есть Мелитополь, куда сходят очень много дорог. Есть Васильевка, которая узлом является. А теперь посмотрите на Пятихатки, которые вот там, вот там немножко вот в нужном направлении. И тогда вы поймете сами, сможете оценить, я говорить этого не буду, почему это важно и куда целим, куда целят наши войска. Противник это знает, но все равно подсказывать ему не будем. В общем, действия идут в верном направлении, скажем. Но это же не единственное. Там еще несколько населенных пунктов захватили. Подождем, пока они их официально доложат. И они все в очень правильном направлении сходятся, судя по направлению силы. Наше командование верно определило, действует правильно. Это значит, что прибегут российские резервы контратаковать и удерживать. И это значит, что перемелет молотилка наших дронов, артиллерии и всего остального. Вот так вот оно и идет. Смотрите, как оно хорошо. Мы спровоцировали, они среагировали, мы их влупили. Дальше прошли, когда уже некому защищать. Потому что 128-я бригада, это не секрет, которая брала пятихатки, она официально уже заявила сама, она 200, сейчас скажу какой, 47-й полк российский перемолола просто как в мясорубке, в ноль. В прямом лобовом столкновении, механизированном, классическом. Вот это я вам скажу уровень. Потому что в обход, там да, обойти, сбоку зайти, это конечно все замечательно. Вот в лоб, на подготовленной позиции. И тут конечно, можно только встать и попробовать. 128-й. Ребята, конечно, молодцы. И они не одни такие. 35-ка действует. Да хорошо. Это 429-й полк. Это старковый. Прим противостоял. И нету этого полка уже. Ну, такими шутками, прибаутками все это будет двигаться вперед. И однажды оно крякнет. И мы начинаем заливать эту долину водой. И это очень хорошо. Алексей, вот из того, что вы сейчас сказали, мы несколько раз вот подходили к тому, как выглядит сейчас наше наступление. Вы по-разному его описывали. Но тем не менее, я хочу вернуться к той фразе, которую говорят аналитики из изучения войны, что Украина приостановила. означает ли это, что мы приостановили или это теперь наша тактика, что мы, вот как вы очень хорошо описали, прошли вперед, остановились, подождали, пошли дальше. Ничего мы не остановили. Мы пошли вперед. Они начали контратаковать, потянули резервы. Мы встали, чтобы отразить их наступление. Перемололи. Их физически не осталось. Мы опять пошли вперед. Ну, вот так вот. Шутками, прибывками. Вот, кстати, надо смотреть на моральную сторону дела, потому что воюют люди. В Пятихат, как говорят наши бойцы, в видео, которые они запишут, полно брошенной техники, документов и всего остального. Это признаки паники. Это признак слома морального уже. То есть, они побежали, не стояли на спорте, не стояли до конца. Это важнейший фактор. Мы же не забываем про моральный фактор, который относится к три к одному, как говорил Наполеон. Техника может быть вся исправной, но люди сломались и побежали, потому что, например, не ели пять дней и убили всех командиров. Понимаете, да? Это же тоже не аналитическая категория. Ее нельзя просчитать. Но она играет огромное, даже главное значение на войне. Поэтому кряк, он будет не только технический, когда большие потери, когда нет боеприпасов, когда не кормят, когда погибли командиры, а это еще и моральный кряк может быть, когда люди физически ломаются, вернее, психически ломаются под непрерывными ударами. А непрерывные удары, это как раз то, что мы им обеспечиваем. Алексей, вот вы сказали, что до сентября они могут построить больше заводов по производству этих шахетов. Нет, нет, я не говорил. Я до сентября говорил, они пытаются создать стратегические резервы, то есть новые бригады и полки. Хорошо, даже заводы они быстро не построят. Нет, это длительная история, это месяцы. Хорошо, месяцы. Но вот вы сказали про резервы, вы правы, да, извините, это я ошиблась. Вот они могут создать резервы. Это значит, что мы должны что-то успеть сделать до сентября или не надо делать таких привязок? Ну, потому что, знаете, всегда гражданские люди, они делают такие прямые привязки. Да, да, да. Я знаю, это потом в заголовках, да, Арестович сказал, я не знаю плакать или смеяться. Смотрите, во-первых, эти резервы надо уметь еще создать. Я не вижу предпосылок для серьезного создания. Потому что резервы на Т-54, которые еле ездят, это танк 40-х годов, это конца, это не очень резервы. Во-вторых, качество контингента, который попадает в плен, уже ужасающее. Ну, вот возьмем, к примеру, 810-я бригада морской пехоты, которая у них там в Севастополе стояла, через которую Янукович сбегал. Они ее сейчас пополняли, восстанавливали, еле-еле собрали. Еле-еле. Просто вот там, там очень мало кадровых офицеров, которые помнят, что еще делать. И еле ее нашкребали, кинули ее на Энергодар, а теперь она поехала там где-то уже, потому что считалась не очень боеспособной. Но даже с Энергодара ее уже сняли и бросили в качестве оперативного резерва что-то там затыкать. Что они собираются делать со своим стратегическим? Это еще одна волна мобилизации в России, большая. Но даже дело не в этом. А чем ее вооружать? Ну, они реально там с автоматами 47-го года многие, понимаете. Есть, конечно, места где кадровые десантники, вот под Кременной, например, там переброшенные, тренированные и так далее. Но это же всегда одна бригада, ну, две их, это очень мало. А стратегический резерв, это, знаете ли, бригад 15-20 должно быть. Найди их брать. У них на Запорожском направлении в кадровых частях в батальоне по половине танка в некоторых местах. В кадровых таких, да, вот, на еще которые костяк составляют. А есть стрелковые батальоны, батальоны так называемых территориального резерва или как они там называют, которые там вообще, ну, они на машинах ездят, на грузовичках и автобусах. И у них из вооружения сапоги 43-го года и Калашников 45-го. 47-го, вернее. Поэтому там очень скверно все выглядит в стратегической перспективе. И именно поэтому нужно усиливать западные поставки сейчас. потому что не дать им возможность создать эти резервы, поломать их и стратегически изменить ситуацию, когда уже даже если они создадут эти резервы, эти резервы ничего уже не смогут сделать. Потому что эти резервы в лучшем случае будут годиться для обороны, для контрнаступления или наступления они не будут годиться, от слова совсем. И это значит, мы ничего не потеряем из-за военной территории. Но для того, чтобы они будут обороняться, чтобы доломать эту оборону, взять Донецк, Луганк, Мариуполь освободить, там и так далее. Нужно, чтобы мы были пополнены. Недаром Борель сказал позавчера, что Евросоюз будет усиливать, ускорять. Они оценивают обстановку в целом верно. Верно. Мы будем ускорять, потому что здесь важна фаза. Война это не про метры и не про тонны. И не про калибры. Это на тактическом уровне. Война это про ритмы на оперативном и стратегическом. Очень важно по фазе успеть. Что толку, если мы вооружимся, но через 9 месяцев, когда они успеют создать эти опять резервы, еще накопают 9 линий обороны. Надо вовремя все делать, когда они не успевают. Ну, вот у нас до сентября ключевой момент. Он не критический, но он ключевой. Если мы выходим на границу Крыма, освобождаемся от Херсона до Бердянска, например, то это одна история. Если мы не успеваем, то это другая история. Я уверен, что мы успеем. Но тут же важно, что? Чтобы уже к октябрю, очень быстро, к ноябрю мы были готовы ко второму контрнаступлению и сразу пошли вперед, не давая им опомниться, не давая создать эти резервы, не давая их упорядочить, не давая их организованно ввести в бой, снабдить и так далее, заняться фортификацией. Ничего этого они не должны успевать. Ну, потому что сколько можно соревноваться между работой, часом работы экскаватора российского и количеством западных снарядов. Все равно экскаватор будет выигрывать, потому что закапываться всегда легче, чем снаряды производить и потом их применять. Поэтому криком кричу, объясняю им, ребята, все надо делать максимально быстро. Нельзя между двумя контрнаступлениями, этим и следующим, давать такую паузу, потому что и в 16-ю станут все это бомбить, если давать им закапываться и формироваться. Надо быстро громить, решительно. Почему операции Советского Союза в 1944-й год, 1945-й, они же представляли собой цепь непрерывных ударов. Три стратегических наступления за год. Потому что немцы не успевали опомниться. Не успевали. Не успевали пополниться, создать эти запасы, заводы подшипников, которые союзники выбамбливали за искусственную нефть и прочее. Просто не успевали. Если бы им давали время, они бы успели. И немцы были чрезвычайно талантливые нации. ХПР был гениальным министром. У него немецкие заводы, некоторые только в конце 1944-го года военные перешли на двусменную, а до этого в одну смену работали. И только в марте 1945-го на трехсменную. Понимаете? А до этого он организовал все так, что они вот так вот 8 часов в день работали на войну на два фронта и прекрасно себя чувствовали. Но и этого времени им нельзя было давать. Поэтому катили, и союзники поставляли огромное количество вооружения, боеприпасов, и ресурсов Советского Союза, чтобы тот мог перемалывать. Та же история ровно сейчас. Нам нужно три контрнаступления за год, чтобы быстро вышибить, не дать им опомниться, смолоть их, понимаете? А если давать паузы по шесть месяцев, по девять, то извините как бы. Алексей, еще один вопрос, даже парочку, да, наверное. Вот первое, это ядерное оружие в Беларуси. Насколько это каким-то образом влияет? Да, потому что говорили о тактическом ядерном оружии, заговорили о том, что якобы передадут тополь М. Я так понимаю, что это стратегическое ядерное оружие. Я не понимаю, зачем это нужно. Радиус действия 12 тысяч километров, что непонятно. Это чистая демонстрация, чистая. Она идет по логике Карибского кризиса и целиком построена на том, чтобы угрожать не Украине, а Польше. Потому что Лукашенко спит и видит, что в Польше готовятся страшные отряды Калиновского или там прочие, которые должны прийти, снять его. И он говорит, я как ядерным оружием ударю. Теперь вопрос, по ком ты будешь быть ядерным оружием. По отрядам Калиновского, которые зашли на территорию Беларуси, если они вообще туда собираются на данном этапе, по Беларуси ты будешь быть чем тополем, это же так вот взлететь и тут же рядом упасть в двух десятках километров. То есть, ну, это не что-то, как говорил кто-то из китайских мудрецов, не что-то не воспитывает терпимость и понимание, как ситуация комар на твоих яйцах и лежащий рядом молоток. Понимаете, извините. Вот это примерно та же ситуация. По-другому они не понимают, я к ним обращаюсь. Поэтому, ну, это раз. А во-вторых, ну, они же не могут применять, Блокошенко же не может сам применять ядерное оружие, Путин ему не даст этого. А если он этого даст, то к тому, что он к брутальнейшему нарушению договора про ограничение обычных ядерных вооружений, распространение ядерного оружия с передачи третьей стороне ядерной державы и третьей стороне не ядерное оружие ядерного. Он добавит еще право на применение передачу. А это уже дальше некуда, какое нарушение. Тут уже надо бы встанут все, включая китайцы. И это шантаж, который носит чисто информационную составляющую. Типа, бойтесь меня в огне, я собой не управляю. Никто, с кем я встречался всерьез это не воспринимает, не боится. Вот. Но крутят пальцем и сказали, ну сумасшедшую, ну ради бога. Ну как бы. Но было парочка человек очень серьезных, которые сказали, мы не боимся, но мы строим из этого расчеты. В чем слабость позиции НАТО? В том, что подпороговые действия российские работают. Это что такое подпороговые действия? Ну, типа, завалить беспилотник над Черным морем. Это же не прямое применение вооружения. Залететь дронами на территорию, формировать ракетки, нарушить воздушное пространство, создать воздушный инцидент, значит, опасное маневрирование кораблей, что все имеет признаки военной агрессии, но нет прямой стрельбы. Ну или вот, например, перемещение ядерного оружия. Почему? Потому что на Западе цепочка общественного мнения и политика, которая реализуется, очень плотная. И они этими подпороговыми действиями создают общественное мнение, которое потом становится политикой. Вот они к этому Запад ведут. То есть понятно, что НАТО в прямом столкновении с Россией выиграется 45 минут. Но как бы Россия имеет все еще имеют рычаги создания общественного мнения на Западе. И вот пугание ядерным оружием это чисто для создания общественного мнения, чтобы люди задумывались, там может не надо ссориться, идти на крайности, зачем передавать это Украине так много оружия и прочие голоса. Украинцы могли бы заниматься ненасильственным сопротивлением. Прости, Господи. Так вот, это опасно. Я говорил им, что НАТО надо показывать свое единство в ГТО и создать новые механизмы и способы реагирования на угрозы подпороговые, чтобы исключить формирование общественного мнения таким образом. Это одна из главных тем. Алексей, вот если вспомнить тех людей, о которых вы сказали, что есть серьезные люди, которые не боятся, но принимают это в расчет. Интересная информация, которая интересно, как вы прокомментируете. Существует возможность вооруженного вторжения России в Швецию, несмотря на текущее участие российской армии в военном конфликте в Украине. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает СВТ со ссылкой на отчет оборонного комитета парламента Швеции. Возможность России проводить операции с помощью военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия остается высокой. В нем сказано, что Россия значительно снизила порог для применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическому и военному риску. Допускаете ли вы, что Россия может предпринять какие-то действия в отношении других каких-то стран? Ну вот смотрите, то, что я буквально могу процитировать, что я сказал. Я же был на конференции по безопасности в области Балтии неделю назад в Финляндии. Могу вам буквально прочитать, что я сказал. Я думаю, это прямое отношение к передаче имеет, поэтому будет интересно всем. Ну и оно в каком-то смысле хорошо резюмирует. Сейчас, секунду. Значит, я им говорю. Первое. Кремль действует по принципу разделяя властвы. Он бесконечно сильнее каждой отдельной страны, взятой, кроме США, в НАТО, или Евросоюзе, и слабее всех вместе взятых. Основой внешней политики Кремля является шантаж военной силы плюс гибридные методы воздействия на общественное мнение на Западе, которые потом становятся не всегда удачными решениями политиков. Единственный трезвый ответ на это, это повышать степень единства Запада и трезво оценивать ситуацию. Трезвость оценки заключается в том, что весь Запад должен понимать, мы на войне. Они уже сейчас на войне. Россия воюет с Западом, она это прямо декларировала. Нас испытывают сейчас как поле способное разбить единство Запада. Способы мышления мирного времени не подходят, нужно менять подходы. Вообще, способ мыслить Запада надо менять. В Украине РФ воюет с коллективным Западом, желая разбить его способность защищать себя коллективно, потому что РФ сильнее любой западной страны вместе, и слабее все вместе взяты. Украина эффективно лишает РФ ее основного инструмента внешней политики, военной силы, и это создает для Запада беспрецедентные исторические возможности. Одна из таких возможностей уже была использована в Финляндии, в Швеции вступает в НАТО. Это историческое событие. Мы бы делали это еще бы эффективнее, если бы Запад давал нам больше мы лишали бы Россию главного инструмента внешней политики. РФ никогда не успокоится, РФ никогда не остановится, РФ никогда не смирится с тем, что Финляндия и Швеция в НАТО закрывают им Балтийское море, потому что это обнуляет 300 лет достижения со времен Петра. Они никогда не смирятся с этим, они будут действовать, они будут атаковать прямыми, гибридными, какими угодно способами они найдут. Нам нужен единый щит от Арктики до Средиземного моря, если уж Запад пока не ставит себя за цель разгром РФ, а только сдерживание. Этот щит без Украины невозможен, потому что Украина огромная брешь. Да, в этом щите будет, если она не способна будет защитить себя и Запад. И за этой войной очень пристально наблюдают Китай и Иран. Любой результат этой войны, кроме того, что где наша территория полностью освобождена и РФ терпит военное поражение, а Украина вступает в ЕС и НАТО, будет воспринято РФ Китаем и Ираном как поражение Запада, и они снова пойдут вперед, атакуя Запад непосредственно, пусть даже на периферийных театрах. Дайте нам необходимое оружие, мы закроем проблему надолго. Вот что я им говорю, это мои 10 тезисов выступления. Оно подытоживает всю нашу беседу. И знаете, какая главная мысль приветствуется всеми без исключения, просто аплодисменты встают. Когда я говорю, вы должны сделать так, чтобы украинские бригады защищали страны Балтии, Швецию и Финляндию. Мы находились там как страна НАТО. Наши вооруженные силы, доказавшие способность перемалывать россиян, имеющих опыт войны именно с ними, победой над ними. Но к чести их шведы и финны прекрасно все понимают. Остров Готланд, вообще проблема закрытия Балтийского моря, это тема номер один для них. И они очень серьезные действия предпринимают. У них есть национальный консенсус для того, чтобы это дело победить. Как сказал, был один очень серьезный финский эксперт, не финский, шведский. Он рассказал такую историю, что он был противником, политиком, политик шведский, не буду называть. Он был противником вступления Швеции в НАТО. Ну, скепсис. Он говорил, мы 200 лет нейтралитета, вот как бы должны такими оставаться, у него есть преимущество в нейтралитете. И он говорит, 24 февраля 22 года ему позвонила мама. Мама пожилая, живет на севере Швеции, далеко, в полярную ночь. И она сказала, сынок, нам надо вступать в НАТО. Он сказал, я послушал мамочку, и теперь он сторонник. Швеция, к ее чести, обладает одна из немногих стран НАТО, одна из пяти, которая обладает полным циклом производства урожения военной техники. От стрелкового оружия до истребителей, подводных лодок, кораблей и так далее. Вообще, полным циклом обладают только американцы, французы и шведы. Даже у британцев не полный цикл. И Швеция в этом смысле очень надежный и Финляндия, и очень перспективный партнер. Так как нам помогают шведы, так как они за нас борются, и финны. Я вам скажу, что они, это поиск, в этом смысле, это одно из самых перспективнейших направлений для работы. И мы там неплохо работаем, скажем так, благодаря послу, послам, скажем так, благодаря неформальной дипломатии, прямой дипломатии и так далее. И так далее. Шведы, да, шведы, ну, очень серьезно. Ну, чего далеко ходить? Мы же помним официальное заявление Швеции или полуофициально о том, что на их гримпины будут готовиться наши летчики. Ну, вот уже хорошо. Гримпин – отличный истребитель, просто как для нас специально сделан. Алексей, я бы на этом закончила, но все-таки один вопрос не могу не задать. Я понимаю, хоть пару минут, да. Вы были в Израиле, я знаю, выступали, там встречались с многими людьми. Вчера интересная история случилась. Воскопоставленные чиновники Ирана и Саудовской Аравии встретились и приняли решение вместе бороться с Израилем. Честно говоря, меня это как-то несколько удивило. Хотя, ну, более-менее, это было понятно после примирения. Но когда последовало заявление, что мы будем вместе бороться против Израиля, означает ли это, что вот в регионе может начаться какой-то военный конфликт, вооруженные проблемы? В регионе идет военный конфликт непрерывно. Израиль воюет на три фронта. Это Сирия, Газа и Иран. И тайная, тайная или явная война не превращалась на секунду. Это, кстати, одна из причин, по которой массированную военную поддержку нам Израиль не может оказывать. У него ограничены ресурсы, им со своими проблемами бы справиться. Это заявление первое еще, вернее, это заявление нуждается в проверке, потому что до сих пор у Израиля с королевским династиями Персидского залива и Сауда с Королевым были неплохие неформальные отношения. И был шанс заключить формальный мир. Должно было произойти что-то очень существенное, чтобы такие вещи произошли. И давайте уточним, поговорим в следующий раз, потому что я не готов еще комментировать, сейчас с израильтянами поговорю, как они это оценивают, потому что это слишком резкая заявление в том стратегическом штабе. Что это за игра, как они там собираются бороться, большой вопрос. Ну, резкая перемена Сауда в отношении Израиля, но она достаточно неожиданна, потому что до этого там было сплошное сближение понимания как раз на антииранской теме. То есть это разворот политики на 180 градусов. Но посмотрим, сейчас уточним. Алексей, спасибо огромное, спасибо, что нашли для нас время, очень вам за это благодарны. Спасибо. Я тоже была очень рада, спасибо. Алексей Арестович был сегодня нашим гостем, за что мы вам страшно благодарны. Конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Патреума. Оставайтесь с нами. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok